И, в общем-то, они уже на наших экранах. Давайте смотреть. Давайте смотреть на следующую задумку FNG. Мы надеемся, таковая существует. Опять Энигма просочилась. Просочилась Энигма. Ну, возможно, как раз специально хотят отдавать, потому что уже показали, как умеют сыграть против этого. Doom для Gambit. Отвечают Кентавр. Нюкс. Нюкс Баня. Бэтрайдер. Вот замена Нюксу. Помоился Бэтрайдер. А Бэтрайдер может ли быть пятеркой в исполнении Санэйка, например? Нет, вряд ли. Габарни на таких героев играют, это точно. То есть Бэтрайдер — это больше герой о том, как играть по карте, в то время как Санэйк, он больше с кем-то бегает, участвует в тимфайтах, там варды ставит и так далее. То есть это очень вряд ли, что это будет его герой. Ну да, вот этот лайн. Близзи вместе с Зайцем. Ну, действительно, они хорошо себя показывают в рамках этих квалификаций. Так, ну, Гамбит уже не похоже, что идут в какой-то ол-ин, что это будет какой-то ранний прессинг. Дум вполне хорошо себе выглядит и в лейтгейме. Но, скорее всего, ведь это тройка для Акулыча, правильно я понимаю? Непонятно пока. Вот эта команда, как раз думаю, может тоже ротировать. Это либо тройка, либо четверка. Вот сейчас, возможно, они думают брать Анигму или не брать. Помню, у них были стратегии через Анигму Баунти Хантера. Интересно. Баунти Хантера, кстати, давно не видели уже. Это секрет. Показывали, насколько это сильно. Но там Зай действительно очень крепко исполнял тогда на Баунти Хантере. Кор, Баунти Хантер, на Керри. О, я слышал, что где-то как-то кто-то это использовал. Все-таки решили Анигму показать. Ну, кстати, сильный лайфт достаточно. Посмотрим. Знаешь еще, почему Анигма хороша? Потому что герой, которым играет Санейка для забития Блэкхолла, это Виверна. Вот именно часто я его вижу. Дизрафтор, как только ВБКБ КБ появляется, уже не сбивает. И вот я бы на месте Гамбит, наверное, за Банин был все-таки Виверна. Это самый такой, самый вероятный вариант, что возьмут Нави для забития Блэкхолла. Конечно, можно думать еще о всяком стайле, серии Варлоке, но таким не играют. Вот, но в Рейс Кинг тоже классный выбор в плане Бана, потому что он и Дум переживает классно, и Блэкхолл тоже. То есть не хочет тратить вот эти большие ультимейты в этого героя. Ну, и при том, обе команды отлично им играют. И Нави его показывали, в том числе на Истал Мумбаи, поэтому действительно лучше от него избавиться. Хороший бан. Нага тоже понятный бан, дабы не было вот этой вот комбинации гадской с Сосном и Блэкхоллом, в которой всегда можно, скажем так, отдать игру. Ну, как, впрочем, и Морф, который показал себя отлично в прошедшей игре. Ну, Морфа, Гамбит и вообще вот эти команды между собой сейчас-то банят. Просто сильный герой. Вот, хотя Мэджикл, по-моему, на нем не играет. Потому для Нави это не супервариативный выбор. Ну да, очень большая проблема, на самом деле, то, что не играет. Потому что герой хорош тем, что он против большинства на миде крайне силен, или хотя бы может стоять. Ну и, конечно, всегда очень важна возможность свапать мид и керри. Ну, из хорошего, смотри, в пуле осталась темпларка. Осталась темпларка, при этом Драксира, скорее всего, не возьмут. И Бэтрайдер у них самих есть, то есть Гамбиты и Бэтрайдера тоже у них сватят. То есть для темпларки уже игра более-менее. Правда, дум неприятный. Дум неприятный, и у него стопудово все на лайн-нисе сейчас пока должно быть хорошо. Ну, с учетом того, что кольцо от Энигмы будет. Это не обязательно. Это не обязательно, потому что если придет какой-то разор, будет уже так себе. А Кристаллайз как раз это вот именно, скажем так, керри этого плана, который очень любит себя на линии чувствовать хорошо. Потому что если возможно взять героя, который будет свинен, ну да. Виверну, ты предсказывал, действительно она появляется. Это я предсказывал, это было понятно. Вот я потом удивился, чертем, я ее не забанил. Но они сконцентрировались на корах. Потому что стопорт стопортом. Да, ну, просто вот я подумал, ну кем бы Станейк играл. Вот он, понятно, он сыграет многими, но оно просто не будет вписываться в стейлнаве, в которую они привыкли играть. Сейчас пока что герои хорошие для него. Пока не показывают коров, Бэйна открывает для себя гамбит. Максимальная линия укрепляет, потому что понимает, что Энигма — это слабость на другой части карты. Поэтому выбирают очень сильного саппорта типа Бэйна. Вот, и сейчас наконец-то наступает самая интересная стадия. Которым все, скажем так, сразу станет понятно. Да, действительно. Надеюсь, хотя бы Энигму разыграют здесь не как Блэкхолл, не как герой, который фармит пол игры, чтобы дать один Блэкхолл, а как герой под пушей, герой команды, герой впитывающих и так далее. Герой, который берет Мидас против Доминатора Энигмы, если она его делает. Герой, который хорошо стоит против Дума, который выживает против Энигмы. То есть, видите, идут по пути относительно нормального стояния на линии, будем так говорить. Но, с другой стороны, взяли его с Бэйна. Не учли то, что этот персонаж, в принципе, неплохо подкантривает местами Найкса. Может его держать в финсгриппе. Даже через рейдж посмотрим, посмотрим. Это может им, в принципе, сыграть злую шутку. Потому что раньше Бэйн, в принципе, брался, чтобы контрить Найкс. Была и такая мета в этой компьютерной игре. Посмотрим, что эта компьютерная игра приготовила для снайп и карты. Кто по корам сейчас для Гамбита хорошо в связке с этими героями? Укреплять тимфайт нужно? Может быть, Разор? Какой Разор? Потому что он вариативен. Но как-то Разор уже все абсолютно научились контрить. А тут просто вариативен, да не вариативен. Но Найкса присоску нажало, и тяжело. При этом он как бы бьет полумагией против этой... Нет, Темплар. А, сами Темплар. Себе забирают, чтобы не отдать. Кстати, Темпларка против Винтер Виверны местами опрометчивый пик. Потому что все-таки Колд Эмбрейс Виверны очень сильный скилл. Хотя бы потому, что он дает 100% иммунитету от физического урона. И это никак не диспылится. А Найкс почему-то боялись Вивера. Что все? Какие-то мысли по этому поводу? Мне вот интересно, что вот взяли Темпларку. При этом у Na'Vi как бы есть общепризнанный эксперт на Темпларке. Который, я уверен, я думаю, покажет героя, который сейчас против нее будет хорошо стоять. Если он, конечно, в пули его имеет. И вот знаешь, иногда страшно. Вот, допустим, страшно было брать Фуриона против старых альянсов, у которых там бульдов в миллиарды игр сыграл, или ландруида. Потому что там, ну, они знают, что против этого делать. Но, скорее всего, подобными знаниями обладает и Мэджикл. Ну, сейчас по плану тоже, возможно, многое станет понятно. Ну, Вивер понятно. Стильный герой против Бэтрайдера добирается до Виверны, кайтит Гуля. Кентавром тоже его тяжело достанет. То есть он, как бы, очень annoying по-английски, супер-annoying. Раздражающий. Раздражающий, да. Я тебе помогу. Раздражающий. И снайпер забанили. Майдпак. Ну, для того, чтобы на горе не сидели полчаса, потому что у Гамбитов нет какого-то ультимативного пробития горы. Ну и снайпер против Темпларки тоже. Ну, тогда, знаешь, типа, какая-то Гаргона может заехать. Вот если они боятся героя, которые будут держать осаду, вот, то, скажем так, я не вижу, как сейчас Гамбита Гаргону пробивает. У них не настолько сильный выпад, как был в прошлой игре. А у Na'Vi довольно мощная защита уже. Хорошая. Есть бэтрайдер, который может сплететь, отсекать. Виверна на защите хороша. Кентавр. Нормально. Думаю, почти до последнего берут Троля. Троля. И сразу же... Сразу же Разор заходит. Разритель. Мы его предсказывали, но он также и против Троля хороший, кстати. Потому он так настолько быстро появился. А забанили снайпера, да? Да-да-да-да. Ну, фактически Разор, Найкса, Виверна. Мы, в принципе, все угадали. Кентавры. Вот здесь Тролль. Давайте подведем этому итог. Чей пик нравится больше, Саш? Я за Na'Vi хочу притопить. Я хочу притопить за Na'Vi. Если говорить по пику, то... Мне тоже больше их пик нравится. Хорошо, твоя ставка за Na'Vi принята. И Андрей? Мне прям сильно больше нравится пик на Na'Vi. Мне нравится просто банально пик Виверны против всех этих героев. Мне кажется, это 50% победы. Для них уже... А давай посмотрим, что у нас в чате говорят. Как проголосовали наши зрители по итогам пиков в этой карте. 82% болеют за Na'Vi и 18% болеют за Gambit. Таковы итоги. Ставки наших аналитиков мы также приняли. И в который раз за этот день мы вновь передаем слово нашим комментаторам. Это Форс и Лекс. В девятый раз. В девятый. Можно было бы считать. Вы в это время считали? Действительно? Нет, мы просто помним, сколько работаем. У Форса образование профильное. Так, ну все, хватит. Хорошая игра. Хорошая дота. Доброго вечера всем зрителям. Будем надеяться, что этот матч будет еще более зрелищным, чем то, что мы уже за сегодня успели посмотреть. И Na'Vi в одном шаге от последнего мейджора в этом DPC сезоне. В одном шаге. Аналитики наши поставили на пик команды Na'Vi. Но я, честно говоря, увидел Ластиллера. Я смотрю. Энигма. Бэйн. Да, изначально пик Ластиллера был немножко странен. Потому что ты берешь Ластиллера в Энигму, Дума и Бэйна. Но потом там как-то так все разрулилось, появилась... А, Виверна до Ластиллера была. Ну ладно. Тем не менее, Разор хорошо против тролля смотрится. Разор хорошо против Темпларки вроде бы тоже там по игре может работать. Так что есть чем играть. Na'Vi не все так плохо. Вот все будет зависеть от того, насколько хорошо у Имершина пойдет игра, насколько круто Темпларк себя может в миде реализовать. Ну и, естественно, тролль варлор. То есть сможет ли он захватить доминацию на карте, быстро нафармить какие-то ключевые слоты, чтобы потом, соответственно, не давать игрокам Na'Vi действовать на карте? Ну, теоретически, если сейчас выигрывает команда Гамбит, мы реально можем перейти в эту карусель игр. У нас игры теоретически могут идти бесконечно. Ну, теоретически, да. Теоретически могут идти бесконечно. Еще часов 10, если так все пойдет дальше, потому что у нас команда Na'Vi обыгрывает команду ВП, но с Гамбитами было супертрудно. Мы помним часа два назад. Ну и скоро узнаем, как будет здесь. Честно говоря, вот если бы меня спросил ведущий на аналитике, на кого ты ставишь, я бы поставил команду Гамбит здесь. Тролль? Да, тролль. Единственная проблема – это Рейсер, наверное, такая серьезная. Смотри, ребята опять идут толпой обузить ретелиэйд на центре. Вот это стратка. А можно законтрить? Как такое? Тут типа бить липта. Бить, бить, блин, убить его. Топорики. ФНФГ пришел. Ах, сейчас бы брейнсапчик туда еще зарядить, еще пару тысяч их. Ну, забавно было. Не, ну ретелиэйд, тем не менее, наобузили, смотри, восемь зарядов. Правда, из-за того, что нави вот так вот стянулись в центр, они не смогут отнять лишние руны у Гамбит. У Гамбит очень плохой рун-контроль на старте. Темпларка ничего не делает, Дум ничего не делает, Энигма ничего не делает. Разве что вот тролли и бейн достаточно способными, скажем так, обладают скиллами для того, чтобы что-то, ну, сообразить на рун-контроле. И тут немножечко не фортануло навям. Не смогли задивардить. Так, а что происходит? Погоди, Гамбит, кажется, три, да, заберут? Да, они сейчас заберут три руны. Ну, это как раз вот из-за того, что ретелиэйд пошли обузить. Наверное, это очень важно для кентавра. Ну, смогут его реализовать. Два щитка, шесть танга. Это Близзи. А Близзи куда бежит? В топ? Пока я вижу, что он бежит в мид. Трипл-мид. Да, обузит, так сказать. Но пока он бежит на центр, возможно, просто пытается понять, как лучше встать. У нас Ластилер смещается вниз, а Близзи идет в итоге на топ. Да, по итогу, да, Близзи идет на топ. Хорошо это или плохо. Кто там у нас, получается? Ластилер против тролл-верландера. Там тоже перестановки от команды, это Гамбит. Они ждут, они ждут, где противник покажется. Гениально, гений. В топе кач. Ну, в итоге никто не будет паром. Они не палятся, они все стоят в лесу. Гениальная стратегия. Кто первый сольется? Или будем стоять пять минут? Ну ладно, давайте. Можно откопать себе стундук. Это гениально. Кстати говоря, он Акулыч откопал стундук. Гениально. Парни, надо пармить. Разбегаемся. Мечта саппортов сейчас эта игра. Ну, как там. Да, FNG в боте качается, в топе иммершн качается. А Акулыч только сейчас. Быстрый второй лобала. Вот так саппорты победили. Теперь я здесь кэрри, говорит FNG. Ну, бэйн уровень два, на второй минуте. Почему бы и нет? Так, а... Ну, кора и нави до сих пор сидят в лесу, кстати. Угу. Фармят. Чего это такое? Подожди. Реально, что делает гамбит? Я реально пока не понимаю. Я не знаю. То есть это в прямом смысле этого слова лесной тролль или что? Они ждут. Хорошо, кого они ждут? Это же реально может бесконечный. Так где? Лайстилер тоже, да, лес качает? Да, да. Просто во всех пабах страны. Причем, мало того, что они леска, они вдвоем леска, я вдвоем. Как будто линию не поделили. Зато, кстати, профармили два спота, смотри, за минуту. Гениально, гениально. Ну что, там давайте криптат откроем. Сколько там у бэйна уже крипов-то? О, ну... Мало. Поехали. Ой, так, ну хорошо. Я реально уже не знаю. Не, ну молодцы, ребята. Мне ничем не удивить. Молодцы, повеселили. А ты уверен, что это вообще плюсовое действие? О, давайте так и оставим. Мне нравится. Класс. Кайфово смотрим игру. Кайфово. Да. То есть это максимальное распределение фарма на карте. То есть ты фармишь и линии, и леса еще при этом. Они реально столько упрямые, что не хотят показывать друг другу на карте настолько... Не, мне кажется, тут уже не в этом дело. Ну, так-то по-хорошему получается что? Что и тролль фармит, и лайстиллер фармит. Ну и немножко кентавр подкачивается. А, они, может, вторые ловла получали, чтобы не выходить первым уровнем. Не знаю, дохак по-прежнему первый уровень, кристаллайз второй. Иллюзия для кристаллайза. И вроде как он идет на линию. Там же оказывается кентавр уже на легкой линию. Ну все, вроде устаканилось. Ну да-да-да, дохак только не успел, не смог получить второй уровень. Ну понятно, ты на лайстиллере хочешь второй левел взять, чтобы там, не знаю, рейз качать или ванды. То у Бэйна уровень 4. Просто невероятно. И неужели его заберут здесь? Да, я не уверен, с таким уровнем его забрать тяжело будет. У него бронетап 2. Ну да. Как ты его заберешь? Никак. Тяжеловато, тем не менее. Лучше в лесу высидел выходит. Ну да-да. Нет, тут четвертого уровня инигма. Что вы хотите, ребят? Есть стан, есть уже жесткие идолоны второго левела. Есть поле. И пришел кентавр. Кентавр какого был левела? Тоже второго, наверное. Ну в лесу, а какой он мог получить? Конечно второй. Не, ну может он ничего не докачался до второго. Второй-то кристаллайз получил. Ну да, второго левела пришел. Но естественно его там быстренько... Быстренько побили. Да, такого начала я еще не видел ни разу. Так ты в итоге понял, что это было вообще? Потому что я пытаюсь... Может мы что-то не поняли? Может быть мы что-то не поняли. Может быть мы что-то не поняли. Смеемся тут зря. Ждем пояснения в твиттере. Да, ждем. Ждем пояснения в твиттере, да. Ну единственное, что мне приходит на ум, это ребята просто ждали, не знаю, свапы. Ну они упрямились и там и те, и другие в итоге получили. Возможно, возможно. Вот такая вывода. Ладно, ладно. Отпустим эту тему. У нас на центре там, на самом деле, линия-то была полноценная. Рейзер 15 на 16, Темпларка 13 на 7, а фоне же тяжело. Постоянно теряет урон. Статиклинг 2, ботинок есть. Брестбенд, Мэджикл здесь. Но чувствует себя очень уверенно. Мы несколько видели таких матчапов. Темпларка против Розора. Темпларка хорошо стоит против Розора. Можно нормально фармить. Даже если ты немножко подпросядишь, то ты впоследствии все равно на эншентах камбэкнешь, которые сам себе подстакаешь. Ну вот. Ну или тебе тиммейты могут подстакать. Вивер на уровне 4, Бейн на уровне 4. Не, саппорты тут реально... Саппорты реально очень жестко расстакать. Никакие книги. Книги могут Кэрри покупать в такой ситуации. Получается так. Ну, Бейн 4 уровня, конечно, опасное оружие. Брейнстап там высасывает много. У Никм это достаточно ранее Доминатор будет. Так, Акулыча тут сжигают. Заяц и Близзи. Тяжело. Думал. И Мершин умудряется подконтролить 2 баунтера. Ну, Firefly должен закончиться. Ну, если что, то можно было заденать, если вдруг прям будет тяжело. Главное, самому себя не застопить. Да, проходит Мершин хорошо. И рурун в контроль. Да, похоже, вот эти все хедерески, кольца, думаю, не особо уже нужны у него. Хороший левел, тем более он там против бета. Ему просто это не помогает. Если он получает слишком много масла и бетрайдер начинает его сжигать Firefly, то что у него есть это кольцо, что у него нет этого кольца, он все равно умрет. Вот. И пока Мершин не торопит делиться полезняшками с другом. Ждет пока ему хватит денежек на перчатку, чтобы добрать доминатор и спушить линию. Забавная тепловая карта у Ластилера. Классно. Мы повеселили ребят. Хорошо. Когда я решил руинить игру, но твои тиммейты уговорили тебя тащить. И ты из лесу вернулся на лайн. Как король. Да. Ну ладно, так ошибаюсь, выиграю вам как. Завезу. Ой, ну и все, слушай, начало было такое веселое и сразу аккуратный фарм, никаких попыток. Хотя, возможно, Бейн сейчас выйдет, кстати говоря. Бейн там с руны двойного урона. Ну, экшен может начаться на самом-то деле в ближайшее время. Энигма с доминатором пойдет пушить и, может быть, нами туда перетянут героев, будут пытаться как-то это дефать, и Виверны. Ну, вот, кстати, то, что Виверна получила хороший уровень, это реально может быть достаточно важно, потому что Виверна должна иметь третий сплинтер бласт к моменту, когда Энигма с доминатором пойдет ломать вышку. И ты за счет третьего сплинтер бласта будешь просто пачки отталкивать, и в итоге это будет очень тяжело. То есть, Габитам будет реально очень тяжело спушить вышку. Если так произойдет, то это будет прикольно. Очень сильно Темпларка приседает на центре, это уже прямо это очевидно. Да, понеджение. Тридцать два на двадцать семь. Ну, Мэджикл сам прекрасно знает, на что способна Темпларка, потому что это его лучший, наверное, герой на данный момент. Ну да, об этом он, в общем, говорил, что этот герой он очень любит. Кристаллайз, грызается в ФНГ, но так себе получается, сюда приходит Саяц и должен атаковать. Правда, Бэйн слишком быстрый, догнать его не получается, тролль тоже. Но ситуация по лавлам, кстати, шутки шутками, она более-менее выровнялась. То есть, кэри имеют уже там пятые уровни на седьмой минуте. То есть, как и в обычной игре на самом деле. Но при этом и саппорты на уровне, что самое приятное. То есть, ФНГ там не уровень три, бегает еле-еле. Получается, это реально новый метод? Ну, это что-то вроде OpenAI, я думаю, они вот так же играли, что ты можешь саппорту отдать фарм спокойно. Просто забавно, что именно две команды одновременно решили что-то подобное продемонстрировать. То есть, не одна какая-то подумала, давайте сейчас реализуем эту фишку в решающей катке. Ну, для Найи, я имею ввиду, да? Попытаться как-то профармить лесочек, а потом развернуться на линии и... Телефорт на Толб, там, возможно, какая-то атака будет. Да. Да, есть танк Кентавра, Заяц, полетел, рядом Энигма, пошел Блэк Холл, хорошо, там еще и Клэп от Акулыча! Акулыч! Ну, забрали еще. Как-как так, на самом деле, с другой стороны, ребята ведь знали, что там шестой, шестой был давным-давно. Ну, как давно, секунд 30 уже было, то есть, это было видно. То есть, ребята должны были ждать этот Блэк Холл, но получилось плохо для Нави. 4-1, польза Гамбит, Акулыч. Это будет проблема в рамках всей игры для команды Нави с таким вот фармом. Ну, Энигма-то тоже! Да, Энигма тоже! 3500! Там, чем черт не шутит, можно купить Медас даже в такой... А можно с Доминатором попадать? Просто... Ммм... Кентавр, Виверна... Хочешь ли ты играть здесь? Сейчас вообще перестали как-то гривзы на Энигме покупать. Я вот что не вижу игру, то Энигма после Аркана реально сразу же рашит Блинк, потом БКБ. И, учитывая, что ты так жестко выиграл начало на своей линии, может быть, реально купить Медасик, там, потерпеть немного. Вряд ли Нави смогут быстро закончить игру, они захотят наверняка и Разора раскачать, и Ластилеру Медас купить. А Энигма-то потом может тут подсолку устраивать такую лютую. Акулыч пришел, может быть, сейчас хороший фраг будет для команды Нави, там очень много денег, в Акулыче лежит Мэджикл высасывает много урона, тут, оказывается, ФНГ сдаёт Найтмар, сразу же, ой, очень быстро анслип, но Мэджикл высасывал не так много, там, кстати, клинк, хотя, как немного, нормально. Ну, прилично, прилично, 136, это больно на такой минуте, Мэджикл хорошо хлестает плёткой электрической, неприятно будет получить пару ударов, на саппорте тем более. Очень классно Нави работает здесь в центре, я постоянно вижу, как Мэджикл пытается забирать ловушку, но строго странно, Флорка классно контролит, и ловушки вообще не отдаёт, всё-таки 25 золота там, и даже ими не фидит. 25 золота, это, да, это такая хорошая прибавка. Ну, это не Медведь, понятно, он там забирает 4 ловушки, уже... Ну, извините меня, ловушку и не надо забирать так долго. Пару тычек дал, и всё, 25 твои. Опа. Но Финцгриба пока нет. Да. Всё-таки пока Медас и Рэддинс на Лайфстилере. Планируется. Да, конкретно в этой игре, конечно, Дезолятор плюс Армлет не так хорошо смотрится, как вот на той катке, где Нави играли с Гамбит, и где вот как раз Лайфстилером играл. Кристаллайз играл против Лешракам. Ой, ну, слушай, Медас будет позднее, Рэддинс-то тоже, а у Гамбита настолько темповые герои... Ну, такой, такой, относительно поздний, да, согласен, согласен. Да. Ну, ты посмотри на Торс, то есть Гамбит будет давить пораньше. Это понятно, да. Сейчас можно немножко там перемещать Энигму на центр, на бот, там уже стараться первую линейку товаров забирать окончательно. Виверна только на одной линии может задефать. То есть, грубо говоря, если ты там пришёл в бот, то на следующее можешь попытаться там как-то темпларку продавить. Или, наоборот, Энигму в мид, чтобы Виверна тусовалась в центре с Аразором, а там троллем каким-нибудь и Бэйном сломать вышку в боте. Ну, как-то потихоньку надо зажимать, надо использовать вот это вот преимущество, этот перефарм, который у Гамбит сейчас есть. Дивардят сентрики, вот Энигма приходит в центр, тележку забирает и сейчас подтанчить бы на самом деле чем-нибудь вот эту тележку. Да, подтанчил. Апонин же, но Плазмофилд и Мэджикл забрал. Ничего страшного, эталоны пока работают, есть ещё и Глиф. Здесь срочно нужна Виверна, срочно. Виверна на месте? Виверна не на месте, Виверна нараспечелец. Иначе вышки сейчас упадут. Надо подходить. Так, медленно, конечно, Таварок падает, но если Виверна не придёт сюда, он за следующие минуты полторы-то точно свалится. Смоук нажимают нами, видимо, хотят какую-то атаку организовать. Есть Зайс у Маламана, но есть Манга. И есть Винтерскёрс у Санейка. Хм. Поглядим, что из этого выйдет. Пытаются зайти за спину к Иммершину. Иммершин пока ничего не подозревает. И похоже, что уже поздно что-либо подозревать. Есть Томпит, спанули волосо, выкачивает урон статиклинком Мэджикл и лёгкий фраг для Нави. А вышка упала. Вышка упала и Иммершину забирает. А тут Финс Грипп. А тут Финс Грипп. Лайвстиллер. Фест успеет нажать? Не успеет. Не успеет нажать. Лайвст, походу мы с тобой, вот я сейчас смотрю на эту игру, сели на карусель переигралка только что. Да, да. Быто в ней тоже сегибрятом где-то. Да. Зрители-то наши тоже могут к нам присоединяться. Будем вместе на карусельке кататься. Винтерский Орс. У Думы есть Пурш, кстати говоря. О, здесь он. Хотя посмотрим. Акулы очень живучие. Есть. Останы все потратили. Ничего нет. Омегалул. Омегалул. Как-то грустно получается. 6000 за командой Гамбит. Второй снизу. Сейчас, видимо, будет Инфест использовать Лайвстиллер. Ай, он не добежал до тележки. Это было бы плюс 200, конечно. Но ничего, можно эту своровать. Башня-то упала. Еще одна башня. Денежки для тролля. За эту плюс 14 всего лишь. То есть, он... Лучше скупит Мидас 14. Это... Да. Это реально поздно. Просто, если бы он не погиб тогда, он бы, наверное, уже было бы с Мидасом. Но... Из-за того, что Кристаллайза забрали за счет Финс Гриппа, он, конечно же... Мидас так быстро приобрести не сможет. У тролля Варлорда уже тут практически есть Diffus Blade. Тю. Да. И даже при покупке Мидаса, Рейдинс, все равно себя могут поймать. В такой игре, пожалуй, Гривзы на Энигме, это реально то, что нужно. Вот реально то, что нужно. Настолько серьезная доминация, если подкрепить ее Гривзами Пайпом, то... Можно забрать там буквально двух Рошан, а от Пайп еще у нас Doom будет приобретать. Ну, тогда можно... Кримсон, Гривзы. А можно Гривзы и потом БКБ или там Дайгер. То есть, больше кроме Гривзов ничего там на уровне приобретать. 5500 золота у Энигмы. Это третий Нетворц на аккаунте. Да, посмотрите на 4 игрока команды Гривз. Больше, чем у Темпларки. У Темпларки, который может фармить стаки Эншентов. Один из немногих героев, которые способны это делать. И, как правило, именно Темпларка занимает первую строчку по Нетворцам на карте. Но здесь даже Энигма пока перегоняет. Ну, это, конечно же, хорошо для Гамбит. Потому что у них очень много раскачанных героев. Только вот у Бэйна мало фарма, но это и понятно. Потому что ФНГ у нас играет на пятой позиции. Варды приобретают, тратят деньги. Дум, снова на топе. Тут, на самом деле, очень много героев могут попытаться Акулача убить. Несмотря на его барабаны. Акулач прямо так нагло, знаешь, играет. Винтерскерс? Опять Винтерскерс. Но он здесь реально один, и никто ему не поможет. Но я боюсь, что он сейчас реально убежит снова. Опять стану. Но тут лазло. Тут уже есть лазло. И в этот раз. Да, в этот раз Акулач погибает. Но много ресурсов на себя. Как же долго его убивают? Акулач, ты еще живой, плазмофилд. И даже этого не хватает. Да бейте вы его! О! А кажется, опять Финсгрипп. Опять Финсгрипп и умирает. Ту, увы. Мы взяли Лайфстиллера против Бэйна. Не на что. Я согласен. Жаловаться не на что. И это пока только Бэйн показывает свои клыки этому Лайфстиллеру. Потом там будет еще и Блэкхолл, и Дум. И все это будет в него влетать. Тяжелая игра у Кристаллайза. ВП пытается пропустить команду Нави на мажор. Но гамбит говорят нет. Но гамбит говорят нет. Стоять! Мы тоже хотим на мажоре поиграть. Мы тоже хотим поиграть на мажоре. Это для команд на самом деле жесть. Они целый день сегодня играли. Им-то тоже нужно в этой карусели сидеть. Да им тяжелее с него в действительности. Потому что решается очень много сейчас. И надо побеждать и Virtus.pro, и Нави, и гамбитом. Потому что черт его знает, что там потом в плей-оффе будет. Да, одна ведь команда из этих трех точно не попадет на мажор. Я тебе даже скажу так. Ну, ты имеешь в виду вообще в целом. Вообще в целом из СНГ. Я хотел сказать, что две команды из этих трех не попадет на мажор в рамках сегодняшних переигров. Я к тому, что одна команда очень близка к попаданию через первое место. Но она не попадет в итоге вообще никуда. Да. Как минимум одна из них там. А может быть даже и две. Может быть там начнут резко как-то круто другие коллективы играть, которые не претендуют сейчас на выход с первого места. А тут уже близок. Бери. Проходи. Не нужно играть в плей-оффе. Проходить пока рано. Гамбитом все-таки надо и Virtus.pro обыграть. Ну, знаешь, Virtus.pro сегодня показывают такую игру, что похоже обыграть Гамбитом Virtus.pro реально по зубам. Это реально задача по зубам. Они могут ее осилить. Контроль рун от команды Na'Vi. Акулыч снова. Ну, тут уже и рядом тиммейты, рядом и Шрайн, поэтому не получится. Очень многое решится на очередном Рошане. Не на очередном, точнее, на первом Рошане. Ибо Гамбиты сейчас сильны. У них есть абсолютно все для того, чтобы этого Рошана быстро забрать, когда там Пларка купит Дезолятор. А вот насчет Na'Vi я не уверен. У них нет еще артефакта на Ластиллере. Вообще ни одного. Только Медас. И с этим Медасом Кристаллайс, естественно, не захочет встревать в эту драку. Появляется Мека у Энигмы. Ну, надо дожидаться. Дожидаться Дезолятора. Забирать, может быть, какой-то один фраг или там, может быть, два. Посмотрим, как будут обстоять дела. И просто идти в Рошпит. Арканы. Мека. Доминатор. Стики. Готовится покупка Гривзов и Мершин. Ну, Энигмин достаточно простой геймплей вот в такой игре, когда ты доминируешь вначале. Ты реально можешь хорошо прокачаться, хорошо получить XP побольше. Может, Doom нажать? Давай. Ну, Doom... Хотя там на Firefly он бы улетел, наверное. Ну, да-да-да, согласен. А тут его встречают. Есть Малибайз. А Firefly, это не бесконечный. И первым артефактом Афония же все-таки решил Блинк приобретать. Я как-то не заметил. Да, на самом деле он Дезолятор возьмет через минут, через две. Он очень быстро будет. Финцгрип. Сюда. Сюда. Doom. О, ну... Вот так это работает, Виверна не успевает. Да и, наверное, Санэйк кто-то седал бы Витерс Кёрст. Он не мог ничем помочь. Властер быстро погиб от Дума. Задонать не получилось. Да. Падает очередная вышка у Нави. Вот Гамбит грамотно подошли к отдаче Энигмы. ФНГ знал то, что если он Энигму не слабанит, Нави попытается этого героя пикнуть. И можно ответить, допустим, дабл пиком Рубик Чен. И Энигма в итоге вообще ничего не сможет. А Нави, они взяли лишь одну Виверну. Одной Виверны мало. Ну и плюс еще линии проиграли. Так получилось. Ну что, Нави выйдут сейчас. Но они не успевают. Они так неуверенно летят сюда. Очень медленно нажимают смоук, но по таймингам паздывают секунд на десять. И уже надо разворачиваться. Гамбит сейчас просто катком пройти по всем... Ну, по всем. По последней. Может быть это вообще ключевая драка. Опа, неплохой керс. О, больно, больно. Больно, больно, больно. Это фраг. Очень больно. Дальше. Финсгриппа нет. Кстати, клинк пошел. Афонича поднимает вью. Дума-то тоже нет. Там, правда, Егис. Блинкаут. Защита рефракшена. Близи врывается. Стан только по одному. Стан не лучшим образом. Лишь в одного Дума. Дума всеми силами пытается убить. Он нажимает худ. Бежит дальше. Плазмофилы должны акулучи добить. Акулучи добили. Ну, хоть что-то для нави, да. Хороший выпад получился. Очень хороший выпад получился. Лишили соперника ауры Доминатора и Мекки. Быстренько подвысосили урон из Темпларки, кажется. Ну, в общем, Разор просто получил много дэмэджа. И начал хлистать очень больно. Тут уже вынуждены были гамбиты разбегаться. Сам же Разор хочет у нас алебарду купить. Вроде бы правильный выбор для Мэджикала. Кажется, да. Чтобы там затыкать Темпларку, затыкать строль Варлорда. Приятный артефакт. Очень хороший. Хороший выбор для Рейзера здесь. Ну, а гамбиты расслабляться рано. Да, они очень жестко провели старт. Но провести старт хорошо. Этого недостаточно для победы. Нужно еще умудриться сломать несколько линий сопернику. Нужно до трона дойти. Так, там телепорт похоже. Там телепортируется Виверная и тут же спанк. Неприятно. Тавра, да. Ну, Вижн при этом там был. То есть телепорт-то вроде правильный. Но Смоук, фактор Смоук не учел. Санейка. Да это может быть и к лучшему для Na'Vi. Потому что так-то они отдали саппорта пятерку. А этот Смоук мог выйти, не знаю, на каком-нибудь лайстилера опять. Если бы он после того, как профармил бы вот эту нейтральную точку, побежал бы фармить на треугольник. Ну, или там другой какой-то персонаж. Он снова сжимает рейдж. Ох. Ну, он замахнулся уже. Видимо, побоялся то, что телепортируется. А ведь на самом-то деле надо было кастовать. А может быть, он просто ушел в тему и не было... Ты думаешь, что не было... Ну, может быть и так. Там же бывает, что ты уже замахнулся и герой уходит. Если ты замахнулся, то ты по идее даже на большем ранже начинаешь кастовать. Там же такая механика. Ну, короче, не получилось и не получилось. Слушай, это очень хороший вариант убить. Есть, конечно, ультимейт, но что будут делать дальше непонятно. А что ты будешь делать с ультимейтом со своим? У тебя урон весь не качает. Ультимейт, но урона ноль. Вообще не чувствует. Приходит сюда FNG. Есть Nightmare, есть Винск Грипп, FNG, но там Firefly. Там Firefly плюс Magic, ла пассивка. Рейзер получает Doom. Должны здесь добивать Батрайдера. Но я расскажу, для Na'Vi все это очень хорошо. Там правильно погибает Санейка, но убили тролля. Да, и потрачили два ультимейта только что гамбит. Весьма серьезно. Попытаются здесь догнать еще Crystallizer. Есть ловушка. Неплохой там бодиблок от Кентавра, но Crystallizer активирует фейзы. Побегает. Маллифайз, нет. Или да, или нет. Или да. Псиблейды работают. И тут можно Black Hole. Подходит Immersion, но боится. Боится. Ах, обидно, что Crystallizer таки погиб, хотя ушел в той ситуации живым. Подставил немного Кентавр свой собственный, который позволил Templar кидать тысячку, пропустил урон сквозь тебя и там Сиблейдом добила. Обидно вышло, обидно. Но вот уже есть грифзы у Immersion. Преимущество, кстати, вырастает до 11 тысяч. Вроде как и хорошо для Na'Vi, что они там как-то трейдятся, да, проигрывая так много денег. Но до вот этого локального тимфайта, до этих двух локальных тимфайтов Na'Vi проигрывали там 8 тысяч. А сейчас уже 13 тысяч. Ну они руны сейчас пропустили, только что 4 руны для команды Gambit. Согласен, согласен. Это тоже экономически очень много. Да, конечно, Na'Vi пытаются, но мы видим NetWars, мы видим, что тут ничего не меняется. Да, вот эти выходы есть небольшие, но этого мало. В драке 5 на 5 шансов у Na'Vi практически нет. Хотя тут Батрудинова подцепит, но есть и фузд. Батрудинов тут никак. Легко расправятся с ним Gambit'ы. Даггер на Бэтрайдере появляется. Мы путем. Эх, ловушка какая может быть, Виверная. Есть ультимейт. А Кулыч вышел. Ну и ушел. Надо поосторожней быть новям. Могут сейчас подцепить... Митерский ворс. Нет, нехороший. А Кулыч, есть листан у него или какой-нибудь дизейбл? Он пытался подсейвить просто Мэджикала, но видишь... В действительности его надо было просто разбудить. Похоже. Все получится попроще. И отдать свою жизнь. Ну или разбудить и... Сначала дать Керс, а потом разбудить. Ну или чем-то типа того. Странно действительно вышло. Сейчас нет Разора, нет Бэтрайдера. Заходят на хайграунд Гамбит и выкупается Рейзер. Вышка падает очень быстро. Баст есть, но этого недостаточно. Крипы остаются. Падают. Казармы на центре у команды Na'Vi. Непонятно, как вообще начинать. Второй стюмейт. И мы Нигом с Блэкхолом, с Грифсами. И центр упал. Решили даже оранжевый барак не забирать. Хотя Na'Vi как-то... Но можно разворачивать? Есть там Пит. Теоретически Na'Vi могут тут вообще проиграть тимфайт в Халамину. Против Грифсов Блэкхолла. Немножко все это дает время Лайфсливеру. Единственный плюс. Который там, может быть, Сакр тебе уже купит совсем скоро. Уже купил. У него 7600. Наверное, еще не купил. Фейзами даст. Не, ему еще не хватает на Сакр. Не должно. Ну, там он близок, но... Ну, 3300 у него, давай. Ну, как-то так, да. Было бы, конечно, намного проще, если бы мы его увидели. Но мы можем только предполагать. 3300. Хороший. Иди. На самом деле, очень четкая арифметика от Лекс. Ты просто посчитал. Да. У меня хороший преподаватель. На Сакр. Обмазываются арморчиками пока тут гамбиты. От Дума. Там Дум, видимо, съел крипа с фрост армором. Так-то и Нигма может такого крипа переманить. Сейчас ты уже особо вот этим крипом с Доминатора там не повоюешь. То есть там его Ликола Стиллер уже убивает. А вот именно переманить и просто развешивать фрост арморы, это реально можно сделать. Миднайт Пульс. Конде Брейс. Ставит себе верно без мана. Ничего себе сделать Санейка не сможет. Санейка погибает. Все остальные расходятся. Слишком много времени. Нужно Нави. Лайфстиллер купит Сакр. Еще рецепт этот нужно дотарить. Он стоит миллиард денег. Пик Нави теоретически мог работать, если бы они просто стандартно расставили свои линии, когда Лайфстиллер был бы на фулл фрифарме. Быстрый Мидас. Быстрый Радианс. Да, вы могли бы даже отдать этого первого Рошана, но уже за второго реально неплохо подраться. А сейчас возникает такая ситуация, что когда Кристалла искует... Сейчас, кстати говоря, тут еще в игре. Прекрасный вард есть у ФНГ. И походит Дум. Акулыч? Здорово. Здорово. Как дела? Счастливо. Он крипов пытается фармить на максимум. Что? ШООООООООООО.. БлэК ХОЛЛ? БлэК ХОЛЛ? Два. Два героя. А где с помощью? Майджикл просто за АВУ! Тайминговый Winters Girls на Пасанейка. Не, НОУ!!! Почему ты делаешь это? Какая же мемная игра! Это просто максимально мемная игра. Врывается Афоня, ждает тычку с меял до Пасанейка. Ну, без героев Na'Vi, они просто отдают вторую линию сейчас. А, возможно, даже третью. 60 секунд без Razor. Никогда такого не было, и вот опять. Пора примерять новую пару обуви на аналитике. Я не знаю, что пик Лайфстиллера в итоге... Пик Лайфстиллера не оправдан. Не оправдан. Если бы Лайфстиллера закрыли, так? Это можно было бы, да, действительно считать за такую... Не очень приятную ситуацию для Лайфстиллера. А так-то вы сами пикнули Лайфстиллера в этот драфт. Есть Лассо, попытка убитым Плорасасин. А там Гривзы? Там Гривзы. Гривзы используются. Фониджи начинает драться на развороте. Кристаллайз уходит в крипа. В эталонах приручает его. Но Рейзер в таверне. Кентавр только что погиб. А Фониджи на развороте. Кристаллайз живет, но земля сжигает. Кристаллайз, есть у Лайфстиллера байбек. Но если вы купите, то они вообще ничего не будет. У них все, у него ноль денег. Погоди, радианс у него нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 есть радианс. А он пробовал Мидас. Он продал Мидас. Ну надо же как-то дефт. Наверное, он даже прав. А что еще делать? Ну если ты еще хочешь попытаться поиграть. Фониджи вышел, Найтмар дал, не хватает маны на Финсгрип. Периагра пошел, попытку бить Фониджи подходит кристаллайз сюда. И походу Фониджи продадут. Гамбиты пока решили отойти, у них у всех очень много денег, можно закупиться. Им нужна эта победа. Если они сейчас проигрывают, то... Ну, Virtus.pro там, наверное, сами пальцы крестиком держат. Пожалуйста, только не закиньте, только не закиньте. Потому что если Гамбиты сейчас выигрывают, то у нас будет еще одна игра Гамбит против Virtus.pro. И у Virtus.pro появится шанс отыграться в принципе на этой переигровке и потом еще раз сыграть с Na'Vi. Ну, знаешь, даже если такое произойдет, Na'Vi все равно сильнее. Потому что Na'Vi выиграли две карты УВП. Уже. Да? Ну, какая строгостная разница, если ты не... Хотя там может быть еще одна серия перегровок. Карусели? Карусели бесконечные могут быть. Потому что у нас реально, у нас Na'Vi не мог обыграть Гамбит, а ВП не могут обыграть Na'Vi. Все, это бесконечность. Да. Ну что, ждем. Гамбит собирается в центре. Там Рошан может скоро заспавниться. Наверняка захотят сначала забрать Рошана, а потом только идти и заканчивать эту игру. Преимущество уже 26 тысяч золота. 26. Там уже лотос у дума, чтобы всякие статиклинки контрить. Посмотри на эти зеленые квадратики от Гамбит. Посмотри на них, как их много. Это Вышки, это Смерть и Героев. Это удачные размены для Гамбит. Это вот там Рошаны, наверное, тоже отображаются еще. Вот Рошан сейчас может быть второй. Смоук от Гамбит. Ну вот должны были Na'Vi это заметить. Ну и естественно, Na'Vi здесь последнюю драку проведут на этом Рошане. Если они проиграют этот тимфайт, они просто напишут ГГ и выйдут. У них уже никакого шанса не будет отбиться. Ну а пока смотрим. Заяц готов рываться. Видит полиэтил. Но это не та цель. Это не та цель, которую, видимо, Заяц хотел схватить. Он, наверное, хотел Энигму подхватить. Ну а пока Энигма под линкой. Энигма под линкой. Там колдный рейс плюс фейнсгрипп. Уходит просто лайстилер в големе. Понимаешь, что по-другому никак. Батрайдер живет, но недолго. На этот пульс делает свою работу. Батрайдер погибает. Нет драки для Na'Vi. Никакой драки для них нет. Интерскерс. Попытка сделать телепорт. Стоять. Там уже Кастренш огромный у Бэйна. Он легко прерывает такую телепортацию. И Афонин же разбирается здесь еще и северный. Блэккол чисто в одного кристалайза. И ГГ, конечно же, пишет Na'Vi. Ну просто без шансов. Вот просто без шансов. Развалили гамбиты. Ой, ну не знаю, не знаю. Странный драфт. Тяжело. Странный драфт. Вот это странное решение. Как-то пофармить лес. Я не знаю, что сказать. Вот имелись шансы у Na'Vi при условии, что Ластилер получит огромный фарм на своей легкой линии. Быстро купит Мидас, быстро купит Радик. Темпларке не очень приятно. После Радика можно купить там какую-то Лебарду, ту же самую, против тролля Варлорда. И на темпе просто попытаться задавить своего соперника. Но гамбит настолько хорошо отстояли линии, что у Na'Vi потом было, ну, очень тяжелое. Ну все. Ластилер постоянно погибал, постоянно ловил фельдсгрипп, независимо от рейджа, понятное дело. Поражение Na'Vi. Нас ждет еще один матч, третий. И, возможно, он будет последний. И, возможно, потом еще два. Я вижу радость в лицах аналитиков, я вижу радость в лице ведущего. Конечно, столько хорошей доты. И, возможно, бесконечно хорошей доты, если принцип камень, ножницы, бумага продолжит срабатывать на эти три команды. Что ж, господа, где-то мы это уже видели. Гамбит вновь обыграли Na'Vi. На сей раз не столь быстро получилась эта карта, но можно сказать, что столь же уверенно. Во-первых, с одной стороны, они отдают и Нигму, и Думу, я имею в виду Na'Vi для Гамбита, это очень сильная линия. А с другой, и комментаторы об этом говорили, Найкс себя в этой игре не оправдал. Кто готов начать рассказывать свое мнение по этой карте? Ты знаешь, вот команды как бы играют, и получают за вот эти игры какие-то знания определенные. Вот, допустим, какие знания получили Na'Vi с этой игры? Те, что у оппонента знаний о Энигле больше. То есть, если предыдущий, например, был Ember Spirit, который не понял, что нельзя брать на второй пик, то теперь они с Энигмой как бы проиграли в ноль, против Энигма проиграли в ноль. Вот, то есть теперь уже Энигм, скажем так, мы не увидим в пуле дальше. Вот, с чем это связано? С тем, ну вот просто не знают, как против этого героя играть. То есть не защитили свою легкую, сделали какое-то абсолютно странное решение подождать пару минут на свапе в этом лесу, когда два героя стояли, стояли в виде крипов. Потом пока пришли, по итогу проиграли все линии. А в этой мете, если вы проиграете все линии, то невозможно выиграть. То есть когда 15-ая минута враг 8000 ведет, у врага это общительное творчество. Ну, просто слишком легко играть. Вот, что стоило сделать? Стоило, безусловно, укрепить свою легкую максимально сильно, ничего не выдумывать с этими свапами. Приходить туда стоять, стягивать бэтрайдера и потом стягивать разора в миде, который стоит хорошо. То есть либо раскачивать мид, заставляя героя уходить, либо вверх. То есть этими героями, наверное, нападать в хард тяжело. Но, в общем, нужно было играть от этого, они выбрали какой-то, ну, абсолютно, скажем так, необычный вариант. Будем так говорить, да, мы такого редко видели, который абсолютно не работает. Вот, оно как бы не сработало, а они из-за этого проиграли. Вот, как же так. А знаешь, когда ты говоришь про то, что команды получают опыт, вот я всегда вспоминаю OpenAI-ботов, которые играют бесконечное количество игр, и за счет этого учатся. Опять же, в этом водовороте игр как бы у нас тоже бесконечное количество не стало. Андрей, извиняюсь за офф-топ, твои мысли по игре, пожалуйста. Ну, мысли мои по игре примерно как у тебя, честно говоря, уже они в этом направлении. В том, что гипотетически, если бы они так и не вышли на лайн, то выиграли бы Na'Vi, потому что Кентавр и Найк лучше фармят лес, чем Тролль. Ну, Тролль-1? Да, Тролль-1, а кто друг у него был? А, если Энигма. Вот с Энигма я не знаю. Слушай, ну тут да, тут да. Мне кажется, что это повод создать лоб и проверить первые. Можно не проверять, я скажу, что Энигма, наверное, их двоих перегонит одна. На еще и что можно фармить. Ну ладно, вообще, да. И же еще вдвоем фармят одну и ту же точку. С другой стороны, если мы говорим, допустим, условие челленджа, что они будут фармить, например, 200 минут, например, то они перефармят ее. Ну, да. Что ж, интересная игра. Найксу тут действительно было очень сложно. Я подозреваю, что даже если бы у него было побольше фарма, ему было бы не сильно проще. Ему реально нужен был перефарм. Ему нужен был Радик. Ему нужны были всякие манты, шивы и так далее и тому подобное, чтобы не умирать так быстро в драках. Потому что фактически он не может идти вперед по причине того, что есть брейнсап, ой, брейнсап, финсгрип, дум и куча физического дэмэджа, которого он не любит. Также Блэк Холл тоже пробивает рейдж, если что. То есть, по сути, весь пик команды Гамбит, он убивает Найкса. Причем очень даже просто. Ну ладно, кроме Найкса, казалось бы, есть еще герои. Но тут такой момент, что нет Найкса, нет дэмэджа. Нет дэмэджа, Бэтрайдер в принципе бесполезен. То, что он там кого-то вытаскивает, не вытаскивает, особо не погангать, потому что, опять же, нет урона. Ну и начало было сильно проиграно. Во многом за счет, мне кажется, Бэтрайдера, потому что герой на саппорт позиции вначале не самый сильный. И по игре, соответственно, особо ничего не сделаешь. Очень тяжело перевернуть. Наверное, единственный вариант это был ультовать Виверной как-то хорошо, чтобы... Кстати, была такая драка, когда очень хорошо Санейка попал именно в Энигму, Энигму убили, и получилось немножечко подавить, но там дэмэджа просто банально не хватало, чтобы подгрызть героев, догоняя их. Да, это был такой полу-камбэк. Вот если было бы больше моментов с Виверной, то герой бы себя реализовал. Я говорю, Виверна 50% победы Нави. Вот если бы они выиграли здесь, то за счет Виверны. Вот так. Ну а другой кор какой-то вместо Лайфстилера было ли выходом, было ли бы проще? Я думаю, стоило брать другого кора. Тут уже, наверное, твердолобость Нави или Санейка или Кристаллайза, не совсем уверен я, в чем проблема, сыграла против них. Честно, 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 с такой игрой никакой бы кор не помог. Если вы как бы три минуты вынуждены фармить лес с Кентавром напополам, то тут неважно, какой у вас герой будет. Вы придете на линию первым-вторым уровнем против сильного героя, и вы там ничего не сделаете вообще. То есть тут проблема именно не в коре, тут проблема именно в том, как они играли против Энигмы. То есть получилось так просто ввести их в замешательство, да? Непонятно было, как расставлять линии, и это вынудило качаться в лесу, при том, что один тролль там со стороны Гамбит забирал леса. Ну вот это та ситуация, когда ты сам себя очень сильно передумал, хотел что-то получить хорошее, по итогу получилось очень плохо. У меня как раз такое ощущение, что у этих трех команд уже начинает усугубляться вот это положение Майнгеймс, когда ты хочешь перехитрить, а в итоге это играет против тебя. Такое ощущение. Они не могут перехитрить, у них всегда линейный пик, они не могут ничего хитрить, им надо просто играть вот от базы. То есть от базы пришли в свою легкую, тяжело позвали саппорта. Ну потому что бэтрайдер против тролля Бэйна не стоит никак. То есть тролль кидает топы замедлен, у тебя два рейнджевика тыкают, мана всегда есть, если там взлетел, тебя заслипал Бэйн, ничего не сделать. То есть нужно играть, получается, вокруг топа, скорее всего. Потом. Если тяжело втроем, Разор свою не выигрывает. Или там, если бэтрайдер приходит, помогает, все, перетягивается Разор активно. Мы видели, что Разор способен спейстить на самом деле. И дает пространство лайстилеру. Кентавр как-то выживает, там лес подфармливает, пытается пулить. Бэйн рано или поздно тоже перетянется, и он начнет, в общем, эти пулы делать. Вот от такой базы надо было играть. Но то, что они решат сделать именно такое, я предположить не мог, честно говоря. В целом тоже нужно понять ребят, которые час они уже играют в компьютер. Это, в общем-то, не то, что мы здесь сидим и стоим, точнее, разглагольствуем. Все-таки они играют на пределах возможностей. Поэтому очень быстро происходит истощение ментальное. И тяжело, тяжело, ребятам. Я вот уверен, что как только закончится матч, то все. Пустой человек совершенно без души будет отдыхать и готовиться к следующему игровому дню. Мы надеемся, хватит сил всем командам, сколько бы эти переигровки не длились. Как, впрочем, надеемся, что и серверам до Т2 тоже хватит сил, чтобы подняться, чтобы команды могли продолжить отыгрывать эти матчи. Сейчас у нас начнется небольшой перерыв в ожидании противостояния следующего. Это будет Гамбит против Виртус Про. Ну, а пока, друзья, мы хотели бы вам объявить. Чебупица, чебупели, кругицы и чебупица для тех, кто любит погорячее. Горячая штучка, наш партнер, партнер нашей трансляции. Небольшой перерыв и не знаем, насколько он будет долгим, прошу прощения. Перерыв и мы возвращаемся к вам. Часов 12. Продолжение следует...